парочка еще осталось и они прячутся и ждут только нас билеты покупаете в одном месте по указателям вроде есть динопарк ну прости что я назвала тебя муляжом ты самый настоящий динозавр достал вот такую его зубы кровавого не трогай мыслительное выражение лица почему-то он не хочет говорить что эти муравьи опасные поэтому еще один повод не трогать лишний раз никакие деревья листочки они быстро перемещаются это так лениво одну лапу закину всем привет это канал куда поехать подписывайтесь на наш канал смотрите новые видео каждую неделю ставьте лайки и рассказывайте о нас друзьям всем привет это канал куда поехать и сегодня мы с вами едем за приключениями в сторону вулкана оринкон де лямбьеха поехали дорожка пошла у нас очень каменист очень плохая но даже люди на киа пиканта пусть не спеша но все-таки по ней едут на большой машине комфорт не до чем больше мы двигаемся на север страны в сторону никарагуа тем больше замечаем что здесь безумный постоянный ветер поэтому очень много ветерных мельниц он безостановочно дуть со всех сторон генераторов мельница это мелет я так и сказала а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы приехали в Blue River Resort. Как ты думаешь, зачем? Наверное, на лошадках покататься. Когда мы сюда приезжали, я видел группу туристов, которые не умеют управлять лошадками. Не угадал. Рафтинг, по речке спустимся? Нет. Блин, в джунгли пойдем? Мимо. В вулкан посмотрим. Да ешкин кот. Сашенька, мы с тобой приехали искать динозавров. Даже если во всем мире динозавры вымерли, здесь, в Коста-Рике, парочка еще осталась. И они прячутся и ждут только нас. Да, точно. Смотрите, мы приехали на ресепшн, где продают билетики в Дина-парк. Этот парк я нашла совершенно случайно на англоговорящих сайтах. Русскую изученную версию вообще я не нашла. Имейте в виду, в Blue River Resort этот парк есть. Значит, работают маршруты так. Не надо бронировать ничего заранее. Вы приезжаете ко времени. И, собственно, вас записывают на тур. Дают вот такой вот браслетик. И вы ждете своего гида. Туры бывают что-то в 8, в 10, в 12, и последний вот наш в 14, в 15. Дальше туров нет. Поэтому все, мы надели браслетик. Теперь нам надо переместиться ко входу в Дина-парк и ждать нашего гида. Стоит это удовольствие 25 долларов на человека. Я же тебе говорила, видела птеродавтеля, а ты мне не верил. Здесь, конечно, немножко у них странная система. Билеты покупаете в одном месте. По указателям вроде есть динопарк. А когда купишь билеты, один тебе браслет, и говорят, ехать совершенно в другое место, и говорят, там будет динопарк. То есть в двух разных местах. Ну, благо на деревьях есть указатели. Надеюсь, не забудемся. Мы все дальше и дальше уезжаем от цивилизации. Скоро совсем не будет дорог. Не будет никого. Только мы и динозавры. Ну, что я вам говорила, дорога закончилась, речка вышла из берегов, запахла вулканом. Она не вышла из берегов, она просто оттечет. А, так течет. А то людям вздумалось дорожку провожить через эту речу. А-а-а, я думала, это наша Али, так как это люди такие-ли. Ну, пура вида, все нормально, Гер. Едем. Ой, вот она. Смотри, кто стоит. Динопарк. Вон, динопарк и стрелочек. Да, должен тут быть сейчас приедет гид. Просто там парковки же не было, только динозавр стоял. Смотрите. Да. Они, по-моему, уже в парке, но еще не было. Пока что я вижу только динолошадь. Ничего не понятно. На проездном никого нет. Никто не проверяет билеты. Мы что-то въехали. Понять не можем. Кому вообще интересно, что мы тут немножко заплатили? И вообще, где парковка? Немножко? 25 баксов. Ну, я имею в виду, что заплатили. Никто ничего не спрашивает. Динопарк, показатель там. Значит, все-таки еще есть какая-то вторая система контроля. Ну, все, мы приехали. Здесь есть такая парковочка, написано Динопарк. И мой навигатор никак не может успокоиться. Все куда-то нас гонит и гонит. А мы тоже приехали. И вот не успеешь отойти с парковки, уже в кустах прячется первый красавец. Ты назавреныш. Но пока это все напоминает... Такой, знаете, детский парк аттракционов. Где стоят фигурки динозавров. И совсем даже не страшно. Но где-то там мы слышим, что кто-то рычит. Видимо, там и живут настоящие. Это так? Просто. Мы лежим. Он задвигался! Ну, прости, что я назвала тебя муляжом. Ты самый настоящий динозавр. Ну, прости, пожалуйста. Я же не знала. В общем, в динопарке нельзя приносить свою еду, ходить без гида, уходить с тропы. Трогать нельзя, кормить можно, да. Так, а кто ты у нас? Пою же дивизию. Нельзя так пугать девушек. Это параса у... Ро ло пхус. Вы все знаете параса у ло пхуса. Вот это он самый. Надеюсь, дальше будет еще интереснее. Будут такие какие-нибудь... Гигантские, страшные динозавры. Сашка будет меня спасать от них. Носить на руках. Просто носить на руках. Так и будет. Встретились с гидом. Он говорит, что пойдем по дорожке. Экскурсия будет где-то час. Ничего не трогать, потому что может что-то быть на растениях. Что там Саша показывает? Денжерс? Нет? Нет. Нет. Нет, нет, нет. Нет? Нет, нет, нет. Он достал вот такую фигню. В общем, поэтому я теперь поняла не трогать ни один листочек, не сходить с тропы и идти за гидом. Это домик, говорит их, вот это вот. Ой, что-то здесь я нашла кого-то пострашнее динозавров, ребяточки. Вот это точно. В общем, идем пешочком мы. Гид нам послали, что показывает. Правда, мы не все понимаем, но... А, кто-то побежал, ящерица. Здесь каждый куст тронет, что ящерица это кузнечик. Тут динозавр. Но знаете, честно вам скажу, из всех этих вместе взятых динозавры пока мне нравятся больше всего. Он говорит, что в парке 27 фигур динозавров. Вот они работают на сенсорах. Когда проходите рядом, они начинают двигаться. Вообще, я где-то читала, что первый парк юрского периода снимали как раз здесь, в Коста-Рике. Правда, были такие сведения, что снимали его на острове Кокос, который является самым большим официально необитаемым островом и находится в 550 километрах от побережья. Милашка. Такой хорошенький. Мими. Какие зубки. Зубки-то какие. Сразу видно, пользуется блондометом. Длина 10 метров, высота 4. Весит 8800 килограмм. Он говорит, что в парке здесь три вида туканов, три вида обезьян, змеи, седовитые-недовитые. Мы, кстати, видели тукан. Он пролетал чем-то во рту, но очень быстро. Мы никогда не успели это даже понять. Привет, зубастик, номер который 4, 5. Красавец. У меня Саша добрый и нежный. Давай я тебя почешу. Иди сюда. Давай знакомиться. У него зубы кровавые, он кого-то сожрал. Он что, пукнул? Вот это подстава. Все, я с ним не дружу. Что это такое? Это мортан. Мортан? Да, это危険. 危険? Так вот, растут милые цветочки, хочется все потрогать, пощупать. Видите, многие из них таят в себе опасность, которую мы, люди, которые живут в абсолютно другом климатическом поясе, с абсолютно другими растениями, этого не знаем. Поэтому лишний раз, ребят, ничего, руками не трогаем. Либо выскочит какая-то бяка, либо будет какая-нибудь подстава. Какой он страшненький. Как ему не повезло. Теперь я понимаю, почему так обидно рычишь. А еще у него зубы, как у человека. У него даже бедного клыков нету. Представляете, за кем уродиться? Это стопудово родственник курицы. Ты хороший. Да, привет. Все, все. Сказали же не кормить и не трогать. Ему нравится. Смотри, он даже к ним стал рычать. И хвостом виляет, как собачка. Смотрите, тетя, тетя, холесенький. Ой, мопичка. Просто мопичка, просто мопичка. Хорошая птичка. У него такая шкурка мягкая, как настоящая. Не трогай. Мне гид разрешил. У него шкурка мягкая, как настоящая. Я же там вся помещусь. Ты такой красавец. У него реально не трогай. Что он горячий? Он теплый. Помню. Теплокровный. Макровный. Сашка, смотри, кто сейчас спрятался. Сашка боится на самом деле. Я просто иду впереди, чтобы мне было страшно. Я снимаю, чтобы вам показать. Это, наверное, предок носорога. Слушайте, здорово. Я читала, мне говорили, что они вроде как в натуральную величину, как они были тогда. Ну и рожицу. Слушайте, вот такого встретишь, это пипец. Все. И они же все здравоядные, ребят. У них зубки как... Ну нет кулыков. Вообще-таки маленькие-маленькие зубки. Можно я покажу твой рот? Спасибо. Скажи, подошла, потрогала, где хотела. Залезла в рот. Хорошо, хоть за хвост не дернула. Сашка спросил у гида, кто объедает вот эти вот штучки. И гид нам объяснил. Это поднимаются муравьи, отламывают кусочек. И вот то, что мы с вами видели, когда они на голове несутся в свой домик. Вот как раз они портят вот эти вот растения, собственно. Но строят свои домики. Им нужнее, наверное, не знаю. Здесь классно. Как, правда, в каком-то затерянном мире тишина. Только мы вдвоем, и гид, и динозавр. Случайно нашла, что есть такой динопарк. Начала искать на русскоязычных сайтах. Вообще нет. Нашла кое-как, только Англия здесь на сайте. И вот мы здесь. А вот этот чувак какой-то задумчивый. У него такое очень мыслительное выражение лица. И почему-то он не хочет двигаться. Поэтому-то он и грустный, что он не работает. Ему просто грустно, что он не может пообщаться с туристом. Термитник показывает Сашке, из чего он состоит. Оказывается, это кусочки дерева. Термитник. Угу. 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 Муравьи что, едят термитов? Да. Да. Это домик термитов, но сюда приходят муравьи и едят термитов. Ха-ха-ха. Это термиты? Термит. Они такие маленькие. Ты, конечно, муравей сожрет. В Кустар-Рике в Кустар-Рике кушают. Камер? Да. Говорят, в Кустар-Рике их кушают. Это термитов и протеина. Протеина? Да. Да. Машка, хочешь попробовать термитику? Нет. А чё так? Вот мистика, ребята. Маш, я выхожу из тумана, а вокруг меня динозавры. Это очень страшно. Ай, мама дорогая, да что ж твою мать, я не могу привыкнуть, блин, простите. А этот, видимо, очень умный. У него большая голова. Он так странно кричит. Петух, да? Ну что-то похоже. Окей, в английском, в испанском. В испанском? Уево. Уево. В английском? Яйцо. Яйцо. Учим, у нас такое англо-испано-русское сейчас речь, но мы все друг друга понимаем. Что сказал гид Саша? Что, оказывается, это зараза не до мамаши. Он своровал чё-то яйцо, разбивает себе об голову и кушает его. Самое, что прикольное, что в любом случае мы гуляем по настоящему лесу. Здесь очень узенькие дорожки. Мы только троём, как я уже говорила, тишина. Гид параллельно показывает какие-то интересные вещи, растения, насекомых, животных, и мы его увидим. И параллельно ещё можно любоваться вот этими красавцами, которые сидят под каждым кустом. Но живая природа гораздо интереснее. А что это такое? А, ну типа он говорит, что это колючки. Некоторые люди на хайкинге засматриваются и могут облокотиться. Это очень больно. Они обламываются как ежи. Они обламываются и остаётся под кожей. Поэтому это ещё потом тяжело доставать и больно. Так что всё, руками не машем. Руки идём, держим перед собой. Кого ты там, Саш, увидел? Саш, кого увидел? Курица. Где курица? Реально это прародитель курицы, посмотрите. Те же лапки, крылышки коротенькие, морда похожа. Это сейчас каждый может курицу обидеть. Попробуй её поймать и что-нибудь с ней сделать. Сама кого хочешь. Бабочки летают, так классно. А глазки, смотри, закрывает. А вот это, так понимаю, прародитель ящерицы. Ага, самый любимый. Ого, точно, у него зрачки. Не просто моргают, а расширяются зрачки. Это каучук. В испанском название Криес Уле. Криес Уле. Сделает надрез. Сок взстывает. Он делает сок. А, и потом он становится таким резином, да? Вот, сок пошёл. Через пять дней будет вот такое каучук. В Коста-Рико строили рогатку. Ага, из каучука. Саша, а ты чего рогатки делал? Из резинки, из трусов. Так, ещё один красавец. Саша, можно я к нему подойду? Привет, как тебя зовут? Я буду звать тебя Васькой. Васькой? Васькой. Сказала Васька, значит будет Васька. Забастенький ты мой. Красавец. Гид сказал, что именно этот динозавр из тех, который, знаете, так распушался эти ушки и плевался вот этим ядовитым... В первом парке Юрского периода. Да, в первом парке Юрского периода. В общем, мы его нашли. Он здесь тоже живёт. А, это что за пузатое счастье? Ещё один. Он похож на дуриан. Да, Саша? Дуриан? Это про родитель дуриан. Ну, Шуль, правда, давай сейчас закончим, уже покушаем. Есть, хочется ночью. Давай. А давай яичницу сделаем? Угу. Сейчас вылезу. У тебя лоба родила. Яйца! Слушай, осталось только найти... найти огромную сковородку. И мы можем в год питаться. Саша, как они это рожают? Так вот, кто заунывно так выл, пока мы ждали гида на парковке. Я нашла виновника. Алло, Саурус. Алло, Саурус. Ты его товарищ. Ну что, Саша, хотел змею увидеть? Вижу. Вот, получай. Всё в твоем распоряжении сидит только тебя и ждёт. Что-то наш гид делает, не пойму что. Оторвал листочек и кого-то пошёл доставать, мне кажется. Угу. О! О! Ох, нефига! Саша, это нужно фотоаппарат снимать, о боже мой. Это же не муравьи, это же... Булет Н. Гигант. Просто. Он говорит, что эти муравьи опасны, поэтому ещё один повод не трогать лишний раз никакие деревья, листочки. Он реально гигантский, он сантиметра два. И вот видите, гид перехватывает руки, напишет, действительно... Значит, правда опасно. Так, пойдёмте отсюда. Он говорит, в этом домике живут 200-300 особей. Окей. Снэйк. Это опасно, да? Угу. 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 Спокойные дуэли. Но нет муа professors… Короче, гайда, будет озноб, всё такое, будут какие-то последствия, но не умрёшь хотя бы, уже радует. Ну всё один маляк. Велоцираптор. А, это как раз вот эти бегали в парке русского периода. Всех пугали. Чего боятся? Давайте леются. Да, он же маленький. Куда ни полезешь, как-нибудь пауки, паутинки, еще что-то. Я забываю про это периодически. И думаю, лучше я его на него отсюда посмотрю. Там же очень хорошо все видно, на самом деле. Как маленькие дети, но пришли смотреть на динозавров. Слышите, как горет. Это вон тот. А здесь вот они зарождаются. Сидят такие два миленьких. Вот детки все, да, хорошие? Детки все хорошие. Не важно, что они динозавреныща. Пока они миленькие, хорошенькие. А вот вырастут, станут как мама. Прикиньте, так туристы идут по соседнему лесу, не знают, что это парк динозавров. И вот слышат, вот это вот орет. Перепугаются же безумно просто. Я бы сама очень сильно испугалась. А мы уже вышли из зоны динозавров. И плавно перетекаем к реке. У этой реки необычная такая особенность. Очень много минералов. Минералы съедают как-то на камне. И она имеет такой ярко-синий цвет. Единственное, что то ли должна быть солнечная погода, то ли в какой-то определенный месте, то лучше всего видно. Сейчас она вполне себе обычная река. Ну, такая, немножко голубенькая. Гид нам сказал, что вот видите, вот эти вот листики, похоже на наши каштаны подсказки Саша, вот именно на таких деревьях, где эти листики, больше всего, чаще всего, можно встретить ленивцы. Это одно из любимых их лакомств. Поэтому теперь мы с Сашкой знаем, хотя бы на какие деревья нужно особо обращать внимание. Посмотрите, как красиво и как она шумит. Какая мощь, какие звуки. Прямо настоящая природа. Птички, деревья и шумрики. А вот здесь прикольное место. Здесь три потока, нет, два потока сливаются в третий. Очень прикольно получается. Их сторонские мини-водопадики. Красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас гид спрашивает, сколько у вас населения в России? Потому что во всей Коста-Рике живет всего 4 миллиона человек, и из них половина в Сан-Фосе. То есть поэтому здесь так тихо, спокойно, не застроено. И когда он узнал, что только в Москве там 18-20 миллионов, он был в шоке, сказал, что оу, как many. На этом прекрасном месте, как я люблю повторять, мы хотим закончить этот выпуск. Все было очень интересно, познавательно, и у нас был чудесный гид. В общем, приезжайте в Коста-Рику, он вас приглашает, он говорит, что рад будет вас видеть. Нам все понравилось, ребята, отличные выпуски, я думаю. Очень классно, особенно голубая вода, это что-то. Впереди еще много интересного Коста-Рика, хоть и небольшая страна, но очень интересная, поэтому нам надо двигаться дальше. Прекрасная страна, приезжайте, или хотя бы путешествуйте с нами. Пока! Пока! Пускай мы не увидели ни змей, ни обезьян, зато мы увидели милую белочку. Она только сидит на дереве, так нас смотрит, занимает своими деливками. Такая херенька, пушистая, как мягкая грузка, я не могу. Ребята, я и Сашка, мы не перестаем восхищаться людьми в Коста-Рике. Те, кто коренные, кто здесь родился, неприезжие, они настолько добрые, настолько неиспорченные. Не важно, что сюда приезжают туристы, у них нет желания навариться, навариться. Вот такие открытые, такие прекрасные. Наш гид, говорит, закончил же экскурсию, говорит, давайте я поеду перед вами, если я увижу ленивца, я вам его покажу. Как бы, ну, по сути, ему это зачем надо, да, экскурсия закончена, он свою отработал и плевать хотел. Нет, хочет нам что-то показать. Он так старался найти обезьянок, очень расстроился, что сегодня их не увидели. В общем, очень приятный такой молодой человек, очень старается, очень любит свою страну. Поэтому, ну, я прям в восторге от природы и в восторге от людей в Коста-Рике. Ребята, он сказал, и он свое обещание выполнил. Мы сейчас с вами наблюдаем ленивца, который не просто спрятался, где-то там в веточках. Он ползет по большой ветке на открытом пространстве вверх. Ну, это, блин, дорогого стоит, ну, это классно. Муча грасилась, муча грасилась. Ну, не знаю, как Саша говорит, что они быстро перемещаются. Это так лениво, одну лапу закину, потом вторую перекину, потом он ползет. Ну, такой хорошенький, ребята, он такой фашистенький, он такой серенький, он такой ленивец. Чудо уже живут здесь, на каждом дереве. Просто надо уметь знать, где их находить, уметь их высматривать. Так просто я, пока мне пальцем не ткнут, я его не замечу. Хорошенький. Слушайте, день просто отлично. Столько всего узнали, столько всего посмотрели. Я довольна. Почти вам. А вы у нас останетесь. Он своей большой пушкой, толстенькой попкой ползет на самый край дерева. И дерево уже так прогибается, прогибается, прогибается. Я гиды спрашиваю, а они не падают оттуда? Он говорит, да нет, пока не было. Стоим с Сашкой и надеемся, а вдруг этот ленивец вспомнит, что он уже давно не ходил в туалет. Замечательно спустится на землю, чтобы мы могли его получше рассмотреть. Но он как-то вот призадумался. Ну, вот я сейчас приближал, снимал его, и на лбу у него написано, хочу в туалет. Да? Полный баг. Точно. Коскриптум. Все замечательно, все прекрасно. Прекрасные динозавры, прекрасные кричат и двигаются. Голубая река, ленивцы на деревьях. Еще и обезьян, говорят, тут видели. Гид хорош. Но дороговато. 25 долларов это не стоит. Максимум я бы за это отдал десятку. Максимум. Так нет. Да, для сравнения, все национальные парки Коста-Реки в среднем стоят 10 долларов на человека. И теперь, Саша, я понимаю, почему никто не писал про это место и не рассказывает. Их съели динозавры.